Двадцать часа дня в столице. О главных событиях к данному часу рассказывают корреспонденты 24 КИЗ от студии Патакоса Ркулова. Здравствуйте. В Шемкенте просел и частично обрушился автомобильный мост через реку Бадам. ЧП произошло накануне ночью в микрорайоне Жанат-Алап. Мост соединяет с областным центром жилой массив с пятитысячным населением. Местные власти отмечают, что из-за проливных дождей вода в реке поднялась и смыла опоры моста. Место обрушения оцеплено, дорогу для транспорта закрыли. Сегодня начали устанавливать понтонную переправу. Мост закрыт. Вдоль трассы А-2 есть объездной путь. Движение там будет открыто. Мы подготовим схему объезда. Специальная техника разравнивает гравийную объездную дорогу. Круглый стол по реализации закона о возврате государства незаконно приобретенных активов прошел в Генеральной прокуратуре. В обсуждении участвовали депутаты Мужелиса, представители министерств и ведомств. В стране уже применяют новые механизмы возврата активов из-за рубежа. В том числе используют инструменты гражданской конфискации. Есть результаты совместной работы с международными организациями и юрисдикциями, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Депутаты отметили важность дальнейшего совершенствования закона, чтобы усилить работу прокуроров. Подводя итоги встречи, участники отметили большую заинтересованность общества, поскольку закон направлен на обеспечение социальной справедливости и экономического роста в стране. Долги на 3,5 триллиона тенге списали казахстанцы в минувшем году. Это неуплаченные задолженности по ликвидированным банкротам. К примеру, в 2022 году этот показатель составлял триллион тенге. Об итогах аудита налогового и таможенного администрирования сообщили в Высшей аудиторской палате страны. Вместе с тем выявлены и факты, когда банкротными управляющими назначали аффилированных лиц, что говорит о злоупотреблениях в ущерб интересам кредиторов. В палате опасаются, что действующие процедуры реабилитации и банкротства могут стать лазейкой для ухода от налогов. На заседании аудиторской палаты отметили необходимость их совершенствования. Обязательной маркировке лекарственных средств в Казахстане подлежат только те препараты, которые произведены начиная с 1 июля 2024 года. Такое решение приняли в правительстве. У казахстанских аптек и дистрибьюторов есть время доработать интеграцию информационных систем для учета штрих-кодов. По информации Минздрава, большинство оптовых складов уже оснащены необходимым оборудованием. В целом у Казахстана уже есть опыт внедрения цифровой маркировки. После аналогичной процедуры официальный импорт обуви за последние пять лет вырос с 39 до 54 миллионов пар. Причем обувному бизнесу страны было предоставлено три года для маркировки остатков товаров. На совещании в правительстве также обсудили вопросы маркировки ювелирных изделий. Более 14 тысяч акмолинских школьников отдохнут в детских лагерях. Они проведут свои каникулы в 17 оздоровительных центрах, которые расположены в живописных уголках региона. Сейчас детские здравницы уже принимают своих первых гостей. Подробнее о том, как школьники отдохнут этим летом, расскажет Аслана Баталипов. Оздоровительный центр в селе Зеренда совсем недавно принял почти 200 детей. Ближайшие 10 дней они проведут здесь, на свежем воздухе и посреди соснового бора. Мне все безумно нравится. Я нахожусь в утромном восторге от всего происходящего здесь. Мне очень нравятся наши вожаты, еда, которая заряжает нас энергию на протяжении всего дня. И те прекрасные мероприятия, которые придумывают для нас наши вожатые. У школьников ни одной свободной минуты. Они все время заняты активными играми и полезными занятиями. Вожатые каждый год обновляют программу отдыха. В этой детской здравнице будет сделан упор на спорте и походах на природу. У нас индивидуальный подход к каждому ребенку. Мы разные мероприятия проводим, чтобы он вышел из зоны комфорта, общения с природой. Как бы здесь у нас, раз мы находимся в лесу, поэтому для них это очень благоприятные условия. У нас как бы есть инструктора по спорту. Они тоже могут провести экскурсии детям. Как бы есть много мест, где мы можем по Зенитинскому району показать. Этим летом почти 1700 детей получили бесплатные путевки в оздоровительные центры. Еще тысячу сельских школьников отдохнут за счет фонда «Казахстан-Холкна». В первую очередь мы стараемся охватить отдыхом в пришкольных и оздоровительных лагерях детей из социально уязвимых слоев населения. Это почти 17 тысяч школьников. Если говорить о стоимости путевок, то они разные. В этом году одна путевка в оздоровительный центр начинается от 55 тысяч тенге и доходит до 175 тысяч тенге. Дети, которые не могут поехать, загородные здравницы не останутся без внимания. Около 80 тысяч детей посещают пришкольные лагеря. Вместе с этим организованы краеведческие походы и экскурсии. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24КЗ. Продолжение следует. Дети и пожилых людей рекомендуют оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. Шотландские энтузиасты разработали новый способ очистки воды. Технология позволит обеспечить доступ к безопасному водоснабжению при наличии любого водного источника, заявляют авторы проекта. Принцип схож с обычной дистилляцией. Только в этом случае устройство нагревает воду до газообразного состояния с помощью механического сжатия и не оставляет загрязнений после обработки. Как отмечают разработчики, в процессе не используют химикаты и расходные материалы. Это позволяет получать питьевую воду сразу. Одна установка способна производить до 250 литров в день. Создатели устройства надеются, что в будущем их технологию удастся использовать в зонах стихийных бедствий для помощи людям, а также снизить зависимость от использования пластиковых бутылок – одной из основных причин загрязнения экологии. Десятки тысяч объектов недвижимости в Шотландии зависят от частных источников водоснабжения, таких как колодцы, скважины и ротники. И в 14% из них обнаружена кишечная палочка. Одна установка обойдется примерно в 50 или 60 тысяч фунтов стерлингов. Вы сможете очистить воду из любого источника в мире до очень высокого стандарта безрасходных деталей. Это означает, что качество воды со временем не ухудшится. Здесь нет фильтров, которые могут засориться. Мировые расходы на возобновляемые источники энергии в этом году достигнут 2 триллионов долларов. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство. Средства направят на производство электромобилей, эко-топливо, а также развитие атомной энергетики. Ожидается, что объем инвестиций в эту сферу превысит 3 миллиарда долларов. Причем, по предварительным оценкам экспертов, больше всех в зеленую энергетику инвестируют Китай, США и Европа. Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска с Казахстаном. Об этом сообщили в Комитете госдоходов. 10 июня на казахстанской китайской границе не будет осуществляться пропуск лиц транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска. Ограничение связано с празднованием лодок драконов по небесной. При этом жизнедорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме, отметили в ведомстве. Первое место в международном состязании в Китае завоевали будущие IT-специалисты из Казахстана. Студенты из Ахтау, Ралбай-Утибай и алматинец Николай Жиляков показали лучшие результаты в финальном туре. В нем участвовали 36 команд из разных стран мира. Профессиональное жюри признало созданную казахстанцами операционную систему и базу данных наиболее оптимальными. Талантливых юношей пригласили на работу во всемирно известную корпорацию. Ралбай-Утибай студент 4 курса. Будущий IT-специалист уже получил международное признание. Вместе с алматинцем Николаем Жиляковым они успешно прошли отборочные туры в Казахстане. В региональном туре в Катаре среди команд Центральной Азии и Ближнего Востока завоевали Гран-при. В заключительном этапе в китайском городе Чэньжэнь тоже оказались лучшими. В конкурсе участвовали 170 тысяч студентов со всех континентов. Сам экзамен длился 8 часов. Трек-компьютинг состоит из трех больших тем. OpenHeller, OpenGauss и Kumpen. По OpenHeller операционной системе наши основные задачи стояли из настройки самой операционной системы, безопасность, распределенное хранилище и подобное. По OpenGauss нам нужно было создать базу данных, импортировать таблицы, создавать определенные запросы и подобное. В конкурсе участвовали представители 90 стран, 170 тысяч студентов из 2000 университетов. Победа казахстанской команды свидетельствует о высоком уровне подготовки специалистов, отмечает их наставник. 5G, облачные технологии и искусственный интеллект развиваются семимильными шагами. Цифровой ландшафт меняется с каждым днем. И очень важно успевать за новыми трендами. А чтобы создавать их, нужны большой талант и трудолюбие. В конкурсе, прошедшем в Китае, наши студенты продемонстрировали очень высокий уровень. Это нас радует. У ребят большое будущее. Победа в конкурсе открывает новые возможности для студентов. Это и профессиональные контакты, и перспективы трудоустройства в ведущих мировых компаниях. Организаторы уже предложили Уралбаю работу в своей команде. Аслана Буталипов, Талгат Исламула, Саламат Бикбаев, Актау, 24КЗ. Любовь к животным прививают в одном из столичных вузов. В Максут Нарикбаев университете уже больше года живут две кошки, Жемчужины и Нала. Сотрудники уверены, что эти пушистые коллеги вносят большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Подробнее в сюжете Татьяны Ковалевой. Обдумываешь повестку заседания Майнд, аналитику, конец месяца, скоро лето, а теперь дальше работать. Просто так Нала не заходит в рабочие кабинеты, знает, что отвлекать нельзя. А вот когда уже через дверь от человека веет усталостью, она тут как тут. Сидишь, работаешь и как бы с одной стороны много важных задач, но ты уже морально выгорел, устал, хочется перерыв, но ты не можешь найти себе морального оправдания. А кошка приходит Нала, ложится на клавиатуру и я сразу понимаю, что у меня теперь есть моральное оправдание, сделать перерыв, пойти попить чай. Идея внедрить в работу кошек пришла председатель университета. Своих британских любимчиков он лично принес из дома. Руководитель уверен, такое соседство с животными и в сотрудниках, и в студентах открывает только самые гуманные качества. Мы видим, они даже разгружают любую обстановку, даже прям такая очень серьезная встреча, совещание проходит. И когда проходят, когда видят этих кошек, когда они просто залазят на стол и ходят по этому столу, у всех сразу умиление такое, смягчение, позиции. Эта жемчужина Яна приносит удачу. Выложу ее к себе в сторис и успешно сдашь Миттермс. У нее больше подписок, чем у меня, я что хуже кошки. Эти кошки полюбились не только университетским гостям и постояльцам, но и публике в интернете. Ролики с участием жемчужины и налы становятся вирусными. Они имеют большую ценность для самого университета и даже представляют то, что поступлю ради жемчужины, поступлю ради налы. Я сам даже иногда получаю поддержку от них, потому что они приходят, когда иногда настроения нет. Благодаря этим кошкам в Максут-Нарикбаев университете даже заработала целая программа, направленная на защиту братьев наших меньших. Молодые студенты с активной жизненной и гражданской позицией помогают приютам для животных, реализуют различные социальные инициативы, направленные на защиту и помощь нашим меньшим братьям. К слову, останавливаться на этих красавицах здесь не собираются. Штат пушистых сотрудников в дальнейшем планируют расширять. За здоровьем жемчужины и налы здесь тщательно следят. Кормят кошек по графику, они регулярно посещают ветеринар, раздают анализы и даже ходят в кошачьи салоны красоты. Благодаря этим пушистым сотрудникам в стенах этого университета получают не только профессиональные знания, но и учатся доброте, терпимости и любви к ближнему, чего в последнее время так не хватает в нашем мире. Татьяна Ковалева, Дархан Кунтов, 24КЗ К этому часу у нас все. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»